Здравствуйте! С этого момента с вами Юли Вента. При уходе за тропическими красавицами-орхидеями мы сталкиваемся с разными напастями. И одна из них это плесень, которая поселилась в горшочке у нашей орхидеи. Вот такой белый пушок был обнаружен в субстрате. Выглядит так, будто парашютики одуванчиков разбросаны между корой. Но чтобы плесень не навредила растению, с ней обязательно надо бороться. При значительном заражении субстрата его необходимо полностью заменить. Так как в нашем вазоне начальная стадия инфекции, субстрат менять мы не будем, а произведем его обработку. Для этого приготовим раствор из чистой тепленькой водички и 3% перекиси водорода. Применение в обработке правильных пропорций перекиси, обладающей антисептическим действием и уничтожающей любой патологический микроорганизм, не должно вызвать каких-либо неблагоприятных последствий. В связи с этим в кувшинчике с водичкой объемом полтора литра разведем 3 столовые ложки перекиси. Перемешаем. Теперь возьмем медицинскую грушу и ее аккуратно, не попадая на шейку орхидеи, полностью наполним раствором вазон. По причине того, что в осенне-зимний период световой день короткий, то такие собратья, как темнота и сырость, являются подходящими условиями для образования плесени. Для профилактики ее появления следует использовать дополнительное искусственное освещение, регулярно проветривать помещение и поливать орхидею тогда, когда субстрат совсем сухой. Поскольку наше растение посажено в смешанный субстрат из новой сухой коры и более влагоемкой коры с прежней посадки, то просыхал он неравномерно, вследствие чего и образовалась плесень. Итак, вазон полон. До края мы недолили где-то 2 сантиметра. Обратите внимание, что именно в местах заражения образовались пузырьки воздуха. И кроме этого, стало лучше видно всю плесневую паутину. Оставляем растение на 40-50 минут. Отведенное время на действие эссенции вышло. Пока раствор еще в вазоне, давайте рассмотрим самые явные пораженные места субстрата. А очагов-то и не найти. На этом месте находились узелки, похожие на парашютики. Их мы тоже не видим. Сейчас мы сольем всю жидкость и внимательно все разглядим. Их мы сольем. Нужно слить все до капли. На данный момент можно сказать, что плесень побеждена, так как субстрат чист, но за этим еще нужно понаблюдать. В некоторых случаях процедуру придется повторить. А для закрепления результата орхидею следует поставить в сухое, теплое и хорошо освещаемое место и не спешить с поливом, а возобновить его только после того, как субстрат в горшке полностью просохнет. Иначе обилие влаги вернет плесень вновь. Пока пушистый инспектор проверяет выполненную работу, хочу пожелать, чтобы ваши растения были здоровы. Поэтому следите за их состоянием, ведь избавиться от проблем на начальной стадии намного проще. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok